И Джон Патрик, кстати говоря, тоже трижды в карьере становился обладателем номинации тренер года. Ну, тупал. А вот что касается Джастина Саймона, то один год он отыграл в сезоне 15-16 за Аризону. И мало игрового времени получал. И перебрался в итоге он в университет Сейнт-Джонс, где его статистика сразу скакнула с двух очков, которые были в Аризоне, до 12 в среднем. Вот так вот он очень хорошо. Кенз счет сравнял. 8-8. Вот и еще одна попытка с дальней дистанции от Кульвиетиса. Очень результативная игра у нас на ста половину площадки. Вот он снова забирает его в свои руки. Под кольцо хорошо пролез. Скидка на... Это Александр Липовой. Кстати, первый свой... Первый бросок оказался точным с дальней дистанции. Бон еще не промахивался. 4 из 4. Ну и только что с двузначной Липовой хорошо навязал борьбу под кольцом. И благодаря его действиям владение Бона сохранилось. И с вот этой камеры, с нашей, показалось, что Джонта Хокинс в свое кольцо. Может мяч переправить. Малыш Паркер. У его подопечного это вообще получилось. Ну и опять с мячом Элкинс. Хороший бэкдор от Рейдбоу. И Йонор Рейдбоу. Два очка из-под кольца набирает. Ну, в общем-то, гости тоже довольно результативно проводят эту четверть. Ой, как оставили Джексона Картрайта. Естественно, он реализует такой момент. Ну, совсем по тикете все-таки сохранил мяч для своей команды. Вот рук игроков Телеком Баскетс. Мяч покинул пределы площадки. Ну и оборона против Джексона Картрайта сегодня будет иметь Оно. У него уже семь очков есть. Восемь, кстати, на счету. На счету. Сверхрезультативная она получается. Ее на Рейдбоу повтор его. Попадание издали. Ну и еще раз взаимодействие. Игроков Людвигсбурга опять держать его не сумел. Рейдбоу на дугу. Трехочковый Вудард промахнулся. Джексон Картрайд на острие атаки. И это не спортивный фолл. Ну и получается, что это уже второй. Неспортивный. Немного глупо. Джексон Картрайд. Ну и справляется Волкар Трайта. И полез он в краску. Стянул защиту. Скидка на периметр. Три очка забивает Джавонте Хоккин. У Хоккинса два из двух издали. Ее на Рейдбоу. Все-таки находит возможность, как поразить кольцо. Саймон вышел победителем из этой ситуации. Вразмен произошел. Джексон Картрайд. Скидка на трехочковую. Скидка на трехочковую. Ну и еще один. Более пяти минут играть во второй четверти. Только представьте, если так же продолжит. Что-то пролез в краску. Опять он пользуется своей... Скидка на трехсекундную зону соперника. Санкар Трайд отыграл четыре сезона в колледже Аризоны. Подсказывает своим игрокам, как действовать в обороне. Передача на Рейдбоу прошла. Вот все-таки подсказ. Еще раз повтор хорошего взаимодействия игроков. Людвигсбург. Очков. Людвигсбург одержал победу. 91-86. Рейдбоу 24 очка набрал. Саймон добавил 21. У Бона, как всегда, Паркер Джексон. Картрайд 22. Плюс шесть подборов. Плюс девять передач. Сегодня он все так же активен. Пока Бон с задачей справляется. Ведут они больше десяти. Ну и... Хэп. Довольно высоко мяч получает. Он на таком расстоянии не так опасен. Айона Рейдбоу. С ним надо всегда быть. Не справляется с этим Йоханнес Патрик. Последняя атака в первой половине остается за Боном. Паркер Джексон Картрайд с мячом. Пикинролл с Кульвиетисом под кольцо полез. Нашел контакт. И под самую сирену два очка набирает Паркер Джексон Картрайд. Ну что ж, на этом заканчивается первая половина этой встречи. Давайте еще раз посмотрим кинжальный проход 33-го номера Бона. Счет на табло 62-49 в пользу Телеком Баскетс. Давайте немного с вами отдохнем и вернемся. В большом перерыве зафиксировал. Пятерки, которые сейчас на площадке. 33-й номер с мячом Паркер Джексон Картрайд. Это 10-й Кульвиетис, 20-й Морган, 13-й Хокинс и в углу Карстен Тадо. Ну и опять проход от Паркера Джексона Картрайда. Знакомые для себя кольца. Напомню, что 4 года он провел в составе Бона. Этот же титул забрал уже в новой для себя команде. В 9-м и в 10-м годах, 2 года подряд, выигрывал этот титул уже генер Бундеслиги. У Людвигсбурга трехкратный мистер-замок, но пока эти рекомендации... И вот как только Джон Патрик выговорился, после этого он пошел вслед за своей командой. Подбор за Рейдбоу. Йона Рейдбоу. 2 очка. Минус 11 для Людвигсбурга. Но вот... Джексон Картрайд. А он, по-моему, только 2 очка набрал в третьей четверти. Но как классно он находит в углу на дуге. Пожалуйста, повтор. Йона Рейдбоу на подстраховку вышел. Чисто теоретически. Ну и в случае сегодняшнего поражения Люд на четвертую, но там еще и играть будут лишние матчи Ульм и Альба. Так что вполне до шестого места. Пока восьмерка в экстом Хемниц, который только второй год подряд играет в первом дивизионе. На... Ой, а что творит Паркер Джексон Картрайд, который упал, но продолжает ведение. То есть он не потерял контроль над мячом. Морган, какой подбор! Еще один отскок. Ну и что, технически кому? Среагировал на вот этот промах после своего подбора, требуя фолл от одного из арбитров. Но пока поддерживает свою команду со скамейки запасных. Рейдбоу. Мяч не проваливается в кольцом Картрайд. С мячом три минуты до конца четвертой четверти. Людвигсбург по-прежнему в роли догоняющих. Передача в угол на Хокинса. И трешечка залетает. Минус десять для гостей. Эти последние минуты этой встречи. Йона Рейдбоу под кольцо. Хороший пас здесь проспали. Полоса Бартоло. Минус пять. Ну здесь уже Людвигсбургу надо защищаться буквально в каждом владении Бона. Одиннадцать у Полоса Бартоло. Через мистера замка забивает тяжелейшие три очка. С самого кольца промахнулся. Ее на Рейдбоу. Ну здесь уже все-таки Бонет по... Рейдбоу еще раз. Повтор прекрасного попадания по высоч... Рейдбоу еще раз. Рейдбоу! Рейдбоу!